Всем привет! Меня зовут Маша, я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет видео о покупках, которые совершила преимущественно в марте. И также покажу некоторые подарки, которые мне тоже подарили в этом месяце. Что-то я уже показывала в своем домашнем влоге, но сегодня я просто более подробно на этом остановлюсь. Если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Итак, первое, с чего я начну, это будут продукты для волос. Я купила себе вот такой вот шампунь от Garnier Fructis. Хочу рассказать такую небольшую предысторию, что в возрасте 14 лет, 15, в общем, в далекой своей юности, я очень любила эти шампуни, постоянно ими пользовалась, перепробовала, наверное, все виды. Потом появились шампуни Shantoo, мне кажется, все девочки ими пользовались, и, в общем-то, они мне тоже нравились. Но потом у меня спустя какое-то время появилась от них перхоть, и я плотно подсела на шампуни Heavy Shoulders, и с тех пор изменяла им только с Organic Shop, и вот так же пробовала от Garnier Ultra Do, которые, к сожалению, не подошли. И тут, проходя мимо шампуня, решила вспомнить свою молодость и приобрести шампунь Fructis. Я выбрала силы витаминов свежести, очищающий лайм, освежающий мята. Во-первых, хочу отметить упаковку, она не очень удобная, можно даже сломать ноготь, чтобы ее открыть. У нее приятный запах, у него, у шампуня приятный запах, такой, напоминает жвачку Orbit, сладкий лайм, как-то так называется, или коктейль Мохито. Но, когда я намываю голову, такой химический запах какой-то появляется не совсем приятный, и, благо, он не остается на волосах, поэтому особо не беспокоит. Что касается самого качества шампуня, то я, как всегда, при покупке нового шампуня пробую его без бальзама, без масок. То есть, чтобы посмотреть непосредственно само действие на волосы. Могу сказать, что здесь он мне абсолютно не понравился, волосы после него были очень запутанные, плохо расчесывались, тусклые, сухие, в общем, какой-то кошмар. Поэтому этот шампунь мне не подошел, сейчас им пользуется мой муж, и, в принципе, он ему подходит, поэтому я больше такой шампунь однозначно покупать не буду. И поэтому я пошла за новым шампунем и выбрала себе вот такой от Байкал Херплс. Я очень рада, что нашла эту марку поблизости своего дома, потому что давно искала, где она продается. В итоге нашла в сети магазинов Гудвин, я думаю, что те, кто в Москве живут, знают ее. И я выбрала себе шампунь объем и сила для тонких и тусклых волос. Здесь у нас без парабенов, СЛС и прочие бяки. У него очень приятный запах, такой цветочный травяной, который остается потом на волосах, что меня очень радует. У него гелеобразная текстура, такого розоватого цвета. И, кстати говоря, упаковка очень похожа внешне на органик шоп, вы, наверное, заметили. Но, насколько я понимаю, это один и тот же производитель. Шампунь мне безумно понравился, волосы после него чистые, гладкие, хорошо расчесываются, никаких проблем не возникает. Поэтому с удовольствием буду покупать еще и, может быть, какие-то другие. У них также есть бальзамы, но я не люблю бальзамы в подобных упаковках, потому что шампунь он жидкий, и его легче из такой упаковки доставать. Бальзам приходится хранить вот в таком положении, вверх ногами, чтобы что-то достать. Поэтому бальзам я купила другой, проверенный. Это бальзам ополаски метели березовый от чистой линии. Я уже его брала один раз, и, в общем-то, он мне очень нравится. Обожаю его запах такой липово-медовый. Мне очень напоминает детство, когда я ездила летом у бабушки. Вот для меня это такие приятные воспоминания. И, в принципе, неплохо он питает волосы. В общем, никаких нареканий нет за такую цену. В общем-то, нормально. Следующее, что я себе купила, это было два вот таких карандашика для глаз от фирмы Катрис. Первый – это обычный белый карандаш в оттенке 0,40 White. Абсолютно обычный белый каял. Купила я его для того, чтобы использовать в качестве подложки под тени. Но, честно говоря, не особо он придал какой-то насыщенности теням. Но, в принципе, интересный такой эффект. Получается неплохой карандаш. Такой в мере мягкий, в мере твердый. Поэтому понравился за, опять-таки, стоимость 100 рублей. Вполне себе носибельный. И следующий – это такой коричневый в оттенке 140 Choco Waves. Он очень пигментированный. Он мягче, чем белый. Вот так вот он выглядит. Купила я его для того, чтобы использовать для карандашной техники. И, в принципе, он мне в этом вполне подошел. Хорошо растушевывается. Пигментированный, как я уже сказала. Поэтому, в принципе, неплохо. Конечно, давно хочу попробовать карандаши профессиональные. Для карандашной техники. Но пока что это у меня в планах. Ну, а так вот пока что можно и таким попользоваться. Следующее, что я купила, это был вот такой автозагар от Colostino. Для лица и тела. Равномерный загар и увлажнение кожи. Покупаю уже, опять-таки, не в первый раз. Очень нравятся эти автозагары. Сейчас у меня наступит самое время их использования. Потому что после зимы я просто... Не то что белая, а какая-то синяя-зеленая. Кстати говоря, вот сейчас он у меня нанесен. Буквально вчера на ночь намазалась, чтобы хотя бы придать какой-то человеческий оттенок своему лицу. И, в общем-то, очень мне нравится. У него приятный для автозагара запах. Такой вот какао с шоколадом. И он ложится равномерно. Мне нравится, что смывается без пятен. Немножечко, конечно, подсушивает кожу. Но с автозагарами всегда нужно следить за ее увлажнением. Поэтому нравится. Буду покупать еще и еще. Следующее, что я купила, это была вот такая вот пенка для укладки от ТАВ. Нежность Кашемира. Сегодня, кстати, накручивалась на плойку при помощи этой пенки. Могу сказать, что, в принципе, неплохо держит. Волосы не сильно склеивает. И у нее очень приятный запах. И никаких проблем с помпой нет. Например, как у пенки от Невея. Которая просто у меня сломалась буквально на второй или третий раз использования. Поэтому хорошая вещь. Мне понравилась. У меня, кстати, мега фиксация. Вот пятерка. Поэтому могу посоветовать. Далее, что я купила в магазине Ревгорш. Пошла я туда за тональным кремом от Lumine. Тональный крем называется Double Matte, по-моему. Что-то вот такое, в общем, матирующее. Но придя туда, я потестила пробник и поняла, что даже самый светлый оттенок мне темноват. И мой взгляд упал на очень известный продукт. Это CC-крем от Lumine. Я думаю, что все слышали о нем. И, конечно же, мне тоже захотелось его попробовать. Я, естественно, для своей светлой кожи выбрала оттенок Light. У него вот такой вот носик, благодаря которому, кстати, очень удобно наносить прямо-таки на лицо. И наношу я его руками. Он очень хорошо распределяется, буквально как увлажняющий крем. Приятно пахнет. То есть, вот одно удовольствие его наносить. По поводу маскирующих свойств не скажу, что он хорошо их скрывает. То есть, если какие-то действительно проблемы в виде красных огромных прыщей, то он это не скроет. Здесь только консилер в помощь. Хотя здесь 6 действий в одном. В том числе и консилер заявлен. Также основа, праймер, иллюминатор. Это долго держится и SPF 15, что, кстати, будет очень актуально летом. Крем очень легкий, немножечко увлажняет кожу, но при этом имеет матовый финиш. В отличие от тех же BB кремов, которые имеют влажный финиш. Но все равно я после него припудриваюсь, просто по привычке. Действительно долго держится. В общем, у меня неположительные эмоции от этого крема. Все положительные отзывы на этот крем действительно оправданы. Могу его посоветовать. Классная вещь. Следующее, что я купила себе в Ривгоше, это была вот такая туалетная водичка. Я не знаю, как это правильно фирма читается. Резерв, натурели, как-то так. В общем-то, я показывала вам как-то в покупках подобную. И тогда мне не очень понравились они по стойкости. Я решила больше не покупать. Но тут, проходя на него вот этой стоечки с этими туалетными водичками, увидев такую ярко-желтую упаковку, решила все-таки послушать этот аромат. Я просто обалдела. Я настолько влюбилась в этот запах. Это, знаете, для меня какой-то взрыв экзотических, тропических фруктов. Я не знаю, там, манго, ананаса, папайи, гуавы, маракуйи, кокосы. Все это как будто сложили, присыпали сахарной пудрой, полили сверху карамель и еще положили шарик мороженого. Вот для меня какие-то такие ассоциации. Это настолько сочный летний запах. Для меня это просто позитивчик во флаконе, потому что, когда я его наношу на себя, у меня реально поднимается настроение. Поэтому я думаю, что с удовольствием буду пользоваться летом. Конечно, он не стойкий, но такой вот удобный флакончик. Очень удобно носить с собой в сумочке. Поэтому, честно говоря, я прямо-таки в восторге от этой водички. Далее я, как заятую лакоманьяк, конечно же, не могла обойтись без покупок лаков для ногтей. И первый лак, который я купила, это был такой вот стандартный классический белый лак от Chat Noir в оттенке 002. Честно говоря, я подсмотрела этот лак в видео моей любимой Наташеньки Инфанты. Большой тебе привет, если ты меня смотришь. И она очень любит эти лаки, большая поклонница их. В общем-то, увидев в магазине, я тоже решила купить, чтобы использовать как подложку под маникюр или для френч. Ну, в общем-то, белый лак всегда актуальный в маникюре. Но могу сказать, что он меня немножечко разочаровал. Возможно, мне попался какой-то загустевший, несвежий экземпляр. Но, в общем-то, первый слой он жутко полосил, оставлял проплешенный. И для белого лака это просто, конечно же, ужасно. Во второй слой, в принципе, это все перекрывалось. Но появились какие-то ужасные пузыри. Сох он у меня часа, наверное, два вместе с сушкой. Поэтому, честно говоря, не очень мне понравился. Хотя я знаю, что эти лаки неплохие. У меня был когда-то давно такого телесного цвета. Он мне нравился. Но, видимо, мне попался такой экземпляр. И поэтому, гуляя по Ливгоше, проходя ли мы стойки Ева Мозаик, я, в общем-то, обратила внимание, опять-таки, на белый лак. Он, кстати говоря, остался там последний. Это номер 053. И так как мне нравятся лаки Ева Мозаик, я решила рискнуть. И, в общем-то, нисколько не пожалела. Потому что он именно такой, как я хотела. Именно как замазка. В первый слой дает плотное покрытие. И смотрится таким, как эмаль. Я, кстати, с помощью него сегодня делала градиентный маникюр. Впервые. Ну, конечно, получилось первым блинкомом. Но все равно, в общем-то, по качеству он мне понравился. Могу бы советовать те, кто ищет просто белый лак классический. И вот хороший вариант. И следующий лак, который я купила, это просто моя любовь. Это лак от Golden Rose из серии Holiday в оттенке 53. Это песочный лак. И, честно говоря, после неудачного своего опыта применения песочных лаков от Dance Legend, я зареклась покупать лаки с подобным эффектом. Но тут, увидев в магазине вот этот потрясающий кораллово-красный цвет с большим количеством золотистого шиммера, я просто не смогла пройти мимо. Но, увидев еще на ромашке, как он весь переливался, там, всем золотом, которым можно взять, я, конечно же, сразу его купила. И могу сказать, что в отличие от Dance Legend, он ложится как хороший лак, просто без всяких проблем, тогда как Dance Legend очень густой, он как-то комкается, очень сложно его нанести ровно. И также носится он у меня 2-3 дня без колов, тогда как Dance Legend в этот же день скалывается, в день нанесения. И стирается он так же, как обычный лак с блестками, без всяких проблем. Тогда, как Dance Legend, нужно смывать вместе с фольгой, со всякими усилиями, и, в общем-то, это все неудобно. Поэтому, и стоит он гораздо дешевле. Поэтому обязательно присмотрюсь другим оттенком, очень мне понравился. Все-таки лаки Golden Rose рулит, вот, лично для меня. Я считаю, что это очень хорошая фирма за бюджетную стоимость. И последний лак, который я купила, это лак Роя. Купила его в Ашане, стоил он сущие копейки. Честно говоря, не нашла здесь никаких опознавательных признаков номера. Просто такой билетно-розовый лак, ну, всегда должен быть такой в коллекции. У меня таких, как ни странно, мало. В основном у меня такие яркие, сочные оттенки преобладают. Поэтому купила такой на повседневку. В принципе, опять-таки, за свои деньги. Два слоя дают такой же оттенок, поэтому можно попользоваться. Ну, и последнее, о чем я хочу рассказать, это палетка от Too Faced. Вот так вот она выглядит. Это ее коробочка. Сама палетка выглядит следующим образом. У меня, которая Natural Eye. Такая очень симпатичная упаковка, картонная, в стиле Benefit. Девчачья, очень милая. И здесь внутри она выглядит следующим образом. Уже показывала вам в домашнем влоге. Да и вы, я думаю, во многих видео видели. Здесь у нас вот такие вот вкладыши с вариантами макияжа, которые можно создать при помощи этой палетки. Ну, и сейчас поближе вам покажу ее и сделаю сводчи. Итак, вот таким образом выглядит палетка. И нам тут предлагается три варианта макияжа из данных теней. То есть дневной, классический, макияж Fashion. И все они представлены тремя оттенками. Итак, начнем с дневного. Первый оттенок называется Heaven. Он абсолютно матовый. Такой вот немножечко меловой, как можно видеть. Цвета Ivory. Ну, вот так он переносится. Следующий оттенок называется Velvet Revolver. Он такой серый, мышиный, очень плохо пигментированный. То есть вы можете видеть, да, что он такой слабенький. И переносится, соответственно, тоже очень-очень плохо. Он мне напоминает в этом плане из палетки Sleek All Naturel, который там есть такой цвет Nubuk. Вот он практически один в один, что по пигментации, что по своему цвету. То есть вообще бесполезный оттенок. И последний в дневном макияже называется Sexpresso. Вот так вот он выглядит. Такой коричневый оттенок. Хорошо пигментированный, тоже матовый. То есть все тени из дневного макияжа абсолютно матовые. Далее переходим к классическому макияжу. И здесь первый оттенок называется Silk Teddy. Один из моих самых любимых. Он перламутровый, достаточно сильно. И вот так он выглядит. То есть видно, как он достаточно ярко пигментирован. И вот так он переносится. У него очень красивый такой вот отблеск. Такой розово-золотистый. Далее оттенок здесь называется Push Up. Также он перламутровый. И он вот такой вот уже медный. Тоже хорошо переносится. Хорошо пигментированный. Вот можете видеть. Такой медно-бронзовый. И последний оттенок в классическом макияже называется Erotica. И он такой немножечко меловой. Пылит при нанесении. Осыпается. И, в общем-то, даже, наверное, видно, что вот у меня тут даже в крошке от него посыпались. Он такой серо-коричневый с золотистыми блестками. К сожалению, здесь не видно. Но могу сказать, что он не самого лучшего качества. Мне он не очень понравился. Ну и последний это макияж Fashion. Первый оттенок называется New Beach. Очень перламутровый. Вот так он выглядит. Более того, что он перламутровый, он содержит крупнейшие блестки, которые, честно говоря, не очень смотрятся. Вот так вот это все выглядит. И блестки эти осыпаются при нанесении. И сам оттенок, он такой, не знаю, состоит как будто из мельчайших таких пластиночек, которые осыпаются. Вот если я сейчас так разотру, как видите, цвета не осталось, остались одни какие-то непонятные блестки. То есть, вообще, мне абсолютно этот оттенок не понравился. Блестки очень-очень крупные и некрасиво смотрятся, как пыль. Далее оттенок Honey Pot. Honey Pot, извиняюсь. Это такое абсолютно золото перламутровое. Очень насыщенный оттенок, хорошо передается. Видите, вот такой вот он красивый, просто потрясающий. Мне он очень нравится. И последний, один из моих самых любимых, это Coco Puff. Он выглядит вот так вот. Это просто такой вот чистый шоколадный оттенок. Так он переносится, очень красивый. В сочетании вдвоем они вообще просто супер смотрятся. Итак, что я хочу, в общем и целом, сказать об этой палетке. Она скорее оставила у меня отрицательные эмоции, нежели чем положительные. И вот почему. Это, можно сказать, единственные тени, которые у меня скатываются на подвижном веке, где-то спустя 3-4 часа после нанесения. Вот вратительную полоску, как на моей любимой базе от Lumine, которая, кстати говоря, никогда меня не подводила, так и просто на голых веках. Также я пробовала носить на белый карандаш в качестве подложки и на консилер. И даже на базу от Catrice. В общем, у меня скатываются эти тени на всем, чем угодно. Честно говоря, я очень расстроилась. Не знаю, может быть, у меня какие-то веки не такие. Я даже подумала, что, возможно, у меня подделка. Но мне эту палетку покупали в магазине Sephora в Праге. Я думаю, что там вероятность подделки минимальна. Хотя, конечно, все может быть. Но я просто пересмотрела кучу видеообзоров, не знаю, там постов на всяких форумах. И там все эти оттенки у меня совпадают. Все маркировки, штрих-коды. Я думаю, что вряд ли у меня может быть подделка. Но, в общем-то, вот она мне так не подошла. К сожалению. Конечно, я буду пользоваться вот этими темными оттенками. Потому что я наношу их выше своей естественной складки. Получается, на неподвижный век. И там они у меня не скатываются. Вот эти светлые, в принципе, я могу носить в качестве хайлайтера. Но вот об этих средних, наверное, придется забыть. Поэтому, честно говоря, я, конечно, рада, что у меня была возможность попробовать такую столь известную палетку. И я рада, что я не потратила у нее собственные деньги. Что мне ее подарили. И я думаю, что она не стоит того, чтобы заказывать ее из другой страны, переплачивать за доставку, ждать ее несколько месяцев. Мне кажется, что пусть меня сейчас закидают тапками. Знаете, я могу ее сравнить с тенями нашей юности. Я думаю, всех девочек они были. Тени Раби Роуз или Руби Роуз. Такие там были бронзовые, медные, коричневые оттенки. Вот они абсолютно такие же по качеству. И смотрятся так же. Только они у меня не скатывались, в отличие от этих. Ну, в общем, вот такой был мой обзор. И вот такие были у меня покупки. Большое вам спасибо за просмотр. И всем пока.